Давайте продолжим наше событие занятия. Мы остановились на той схеме, которая возникает где-то в 30-40-е годы 20-го века. Чуть подробнее остановимся на этом вопросе, вот почему. В современной нам мир совершенно невозможно представить без компьютеров и самых разных производных компьютерной техники, программирующих устройств, вычислителей и так далее. Они вошли в качестве блоков практически везде. В водовую технику, в технику связи, в вооружение, в автомобиль. Просто везде. Хорошо, а с чего начиналось, с чего и когда начиналось компьютерное дело. Ведь слово компьютер на самом деле совсем недавнее. Когда мне было столько лет, сколько вам сейчас, этого слова просто не было. Оно возникло в течение моей жизни. Да? А первые подобные системы, которые были до смешного, громоздки, очень медленно действующие, в миллионы раз медленнее работали, чем современные. Каждая из них занимала 2-3 вот таких классов. Это были огромные шкафы, которые потребляли энергию, как небольшая стариклавильная печь. Состояли они из ламповых полупроводников, то есть из электроламп. А отнюдь не из печатных схем, печатная схема подумного участия. Это называлось это хозяйство ЭВМ. Электронная вычислительная машина. Хорошо, а на основе какой науки люди вообще научились строить вычислительную технику, развитие которой привело к компьютерному делу, к программированию и всему прочему. Наука, которая привела к формированию компьютерного дела, называется кибернетика. Кибернетика – наука о управлении. Отец-основатель кибернетики – Нобер Винер. Имена великих надо знать. Винер строил кибернетику, опирались на физиологию. То есть на самом деле кибернетика на тех же самых принципах, которые к серединке XX века доминируют в физиологии. В некотором смысле упрощенный, крайне упрощенный вариант физиологии. И вот для виновских работ самыми существенными оказались работы двух наших соотечественников. Тогда, соответственно, это были советские ученые – Анухин и Бернштейн. Фамилию Анухина вы еще услышали неоднократно. Известнейший физиолог, отец-основатель целой киевской крупнейшей научно-физиологической школы. А вот фамилия Бернштейна незаслуженно забыта. Хотя практически одновременно даже Бернштейн чуть пораньше, совершенно независимо друг от друга, они предлагают совершенно одинаковую вещь. Идея вот такая. Идея невысосанная с пальца, не взята с потолка, а сформулирована в ходе экспериментов. Учтите, что в эти времена никакой там цифровой техники, разумеется, никаких счетно-очувствительных машин, то есть. Есть автоаппарат, есть кинокамера, вот простая механическая, ну или с электроприводом, есть телефон, допустим. Так, а более из технологических каких-то наворотов, ну для нас, для вас точнее, ясных, понятных, радар, кстати, еще нет, радар появляется перед самой второй мировой. А радио? Что радио есть. Так, первый опыт из телевидения. Так, хорошо. Значит, вот на этом уровне. Бернштейн поставил перед собой задачку следующую. Вот есть идея рефлекторной регуляции. Так, согласно концепции рефлекторной дубины, вот у нас есть автоматические движения рефлекторные, допустим, ходьба. Ну вот мы с вами систему шарма, шагающей машины, в начале прошлого как раз разрабатывали. Как видели, там простая система. Но если реальное поведение управляется по этому принципу, должен ли у нас один шаг отличаться от другого? Нет. Помните обрепление рефлекции? Стандартный ответ на строго определенный сигнал. Так, все шаги должны быть одинаковые. Бернштейн решил реально проверить атаку. Так, значит, так это было сделано. На одежде испытываемого было нашито 120 маленьких лампочек под карманных панель. Вот так вот, сбоку по руке, по рукавам, по торсу, по штанине. Так было подведено питание, и человек шел. Значит, шел он на тренажерной дорожке. Ну, дорожка прокручивалась, да? А человек, значит, шел вперед по дорожке. Задание у него было простейшее. Просто идти вперед ни о чем не думает. По возможности с одинакой скоростью. Так, ну, испытуемый шел. Значит, а все его движения снимались камерами. В темном помещении светились лампочки. В результате помещение темное. С самого человека было видно или не было? Нет. Его изображение напрямую не попадало. Что попадало напрямую? Лампочка. Лампочка. Если все движения во время хождения строго одинаковые, так, то траектория движения светящихся точек будет чем-нибудь отличаться или окажется совершенно сходным? Совершенно сходным. А выяснилось, что не получается. Даже в этой крайне упрощенной ситуации шаги разные. А если заставить испытуемого, опять так же, бездумно, так, идти понемножечко измененным, ну, там, с выступными, с какими-то поворотами. Ну, вы же бездумно идете не только строго по прямому. Можете вы думать о чем-то своем и идти по улице, делая повороты, переступая каждому. Можете. Так? При этом шаги у вас будут одинаковые или разные? Как составить инфлекторную систему, управляющую не строго стереотипными, а разными действиями? Ваша идея? Это как заставить инфлекторную систему подстраиваться под конкретные условия? Рецептор повышен. Ну, куда? Ну, на ноги, на кремле. В общем случае, вот перейдите от частного случая к общему. Задача нервной системы управлять некоторым органом, допустим, мышцами. Место, которое мы контролировать собираемся? А какое место мы будем контролировать? В данном случае многие, но мы пытаемся контролировать дорогу, и хождение по ней займет так. Нет, но дорогу-то мы не контролируем, на это нам дорога нужна. Ладно, мы идем, контролируем свое действие. Контролируем свое действие. Как? Своё тело целлюгум или какие органы? Куда вы рецепторы будете ставить? Нога сложный орган, там есть кости, кровеносные сосуды. Коленос? Нет, ступни сейчас нет. Мышцы? Мышцы. Причем все мышцы, или именно те мышцы, которым отдан приказ на действие. Отдан приказ на действие. Конечно. Значит, какую схему предлагают оба эти два актера, независимо друг от друга, как я сказал, примерно одновременно. Схему следующую. Есть входной сигнал, как мы говорили. Отлично. Он подействовал на блок, ну, поскольку Анастин и Берштейн были исключительно грамотные, вот, они не говорили про то, что это одна единственная нервная клетка, это блок, да? Блок, запускающий данное поведение, то есть это нейронная система. Отлично. От него прошел приказ на мотонейроны, то есть на исполнителя. Они с нами, да, что такое мотонейроны? Да, конечно. Ну, дело в том, что классическая рефлекторная дуга, когда и кем эта модель составлена? Конец XIX века, один из авторов, опять же, наш соотечественник Сеченов, если говорить о безусловных рефлексах, а Иван Петрович Павлов, ученик Сеченова, потом разрабатывая схему, объясняющую научение. Вот про эту схему, схема образования условного рефлекса, мы дальше с вами много будем говорить. Как можно учиться? Вот как составить самообучающуюся, контролирующуюся систему? Хорошо. Значит, аж схемы эти составлены в дому. Анохин и Бенюштейн работали с ними уже, опираясь на эти схемы. Итак, хорошо, на блок исполнителя пришел приказ. Блок исполнителя так раздает команда действующим оконам. Ну, допустим, мышцам. А вы упрощен сейчас? Вот мы его скажем. Ребята, все схемы, конечно, крайне упрощенные. Так, значит, если задействовано несколько мышц, вот каждая мышца в определенной последовательности получает сигнал на работу. Обратите внимание, пока что получили мы какое-то отличие от рефлекторной дуги, или нет, в дуне классическая рефлекторная дуга. Так, а дальше что предлагают? Анохин и Бенюштейн. А дальше мы на каждый орган, которым отдали приказ, ставим рецептор. Если орган сработал, рецептор получает сигнал? Сигнал. Получают сигнал. И эти рецепторы передают информацию вот в этот блок. Разные авторы называли этот блок по-разному. Чаще всего его называют компаратом. Тукантео по-английски. Переведите на русский. Тукантео. Смешно. Ну, ну, ну. Сравнивайте. Точно. Значит, что с чем сравнивает компарат? Давайте смотреть. Вот здесь программа нужного движения создана. Угу. Отлично. И передана на исполнителя. Скажите, пожалуйста, а программа, даже не в программе, а в работе исполнителя, могли быть ошибки? Да. Вот давайте типичный пример. Попробуем привести такой пример, чтобы вы увидели, зачем пришлось усложнить эту схему. Допустим, я вот так стою и веду лекцию, беседую с вами. И в это время сюда залетел гадский комар и кусает меня вот сюда, в середину лба. Так, а я увлечу. Буду ли я отвлекаться на комара? Нет. Нет. Я чисто и реприкторно его приплотну и дальше читаю. Так. Действие руки, вот это реприкторное движение, да, которое вызвано сокращением мускулатора в определенном порядке. Это действие реприкторно. Теперь, допустим, я пришел домой и лег спать. Так. И в это время, в эту же многострадальную точку меня кусает другой комар. Сигнал тот же самый? Угу. Если у нас срабатывает реприкторная дуга, так, то ответная реакция должна быть строго такой же? Да. Вопрос, попадет ли моя рука в ту же самую нужную точку? Итак, первый случай. Я пришел комара стоя вертикально. Второй случай. Я лежал. А почему не попадет? Конкретнее. Давайте видеть эту картинку. Почему не попадет? У нас тут прижим. Здесь мышцы. И рукава. Еще раз. Ну, когда вы стояли стоя, то там пришлось, что надо больше усилить, что надо надеть. Почему больше? Ну, потому что вы стояли, если вы стояли, и на вас действует... А что, когда лег перестал действовать тяготельно? Нет, когда вы перестали, то ваше движение уже не вверх, а вот горизонтально. Ага, суть у Алили верный не может словами у нас выразить. Вот давайте я вам немножко... Можно преодолевать траекторию траутишения. Траектория почему должна быть другой? Потому что... Так, а когда я решу, моя рука, что они преодолевают силу тяготельно? Ну, относительно земли, потому что мы туда... Ребят, когда я стою, мой позвоночник направлен перпендикулярно к горизонту или параллельно к горизонту? Перпендикулярно, когда я лежу. Параллельно. Параллельно. А значит, траектория движения руки в положении стоя и в положении лежа будет отличаться. Дело в том, что как изменится угол действия силы тяготения? Вот я стою, на руку действует силы тяготения, да? А теперь я лег, на руку действует силы тяготения. Углы остаются те же самые или нет? Нет. На сколько градусов? На 90 градусов. Если развернуться на 90 градусов, а мышцы сохранили старое пробиранное сокращение, то результат моего действия приведет к попаданию в нужную точку? Нет. Нет, я проносил. Второй пример. Я стою вертикально, только не нахожусь в стадии покоя, а иду. Или даже иду. То есть я в движении. И в эту же многострадальную точку меня опять кусают комары. Ну, я вроде вертикально. Если сработала первая программа, я попаду в комара, а почему нет? Я же вертикально. Ну, вы бегаете, когда держите. Да, конечно, бегаю. И что? Руки по перенеру тоже работают. И что? Ну, значит, вы в какой-то момент должны быть. Во-первых, будет отличаться исходный тонус мускулатуры. Потому что когда я стою, тонус мускулатуры сгибателя и разгибателя одинаково. Да? А когда я бегу, как я работаю, у меня попеременно у них меняется тонус. Надо это учитывать при подаче сигнала на сокращение. А еще одна штука важная. Опять же физику вспоминать. Инерция. Инерция. Понятно, что когда я нахожусь в состоянии покоя, так, чтобы двинуть рукой, мышцам надо преодолеть инерцию покоя. А когда я в движении? Я не знаю, преодолеваю. Инерцию движения. А это разные силы. Все это будет. То есть, если в трех разных ситуациях срабатывает стандартная программа. Подходящий результат будет достигнут или нет? Для достижения подходящего результата программа как-то должна учитывать окружающие обстоятельства. Можно, конечно, что предположить? Что прямо от суда, в составитель программы, скидывается информация со всех органов чувств. Зрение, слух, вестибулярный аппарат, осязание и так далее. Так? Здесь она каждый раз анализируется. И каждый раз создается уникальная программа для построения именно того движения, которое нужно в данном конкретном условии. Вы представляете, сколько времени будет работать эта система, чтобы учесть все вот эти входящие данные? Слишком долго будет движение? Конечно. Ваша реакция станет не будущей. Не проходит решение. Чего вы говорите? А может быть несколько таких? Да. Ребят, а сколько разных движений вы вообще должны совершить? Вы понимаете, что в каждый программный блок регуляции движения вам надо подвести вход со всей сенсорики? Да? И у вас регулирование всех движений по кругу. Так что подведение сенсорного входа от органов чувств ко всем центрам регуляции – это не решение. Это вы даже не черепалка получите, а вообще не знаю кого. Смотрим, как проще. А с нами-то по-другому делаем. Нет. Вот такой общий центр обработки входной информации, он действительно был в одном мозгу, он даже не один там чертовски сложная система. Ну вот на психофизиологии восприятия, если вы хотите, хотите там с этим вы разбираться. Часто. Так? Можно анализировать то, что в этом аппарате, который компарат. О, вот. Зачем компаратик нужен? Вот у нас есть программа идеальная, так? Она есть. Рассчитанная на то, что я действую стоя в покое. Так? Значит. А я лег, повернулся, пошел, что-то я делаю. В результате программа пошла на мышцы, так? Но нужный эффект достигается или нет? Нет. Не, не достигается. Значит, в программе появляется сбой. Угол, допустим, значит, на одной сотой секунды после начала движения, угол между предплечьем и плечом должен, согласно программе, составить 8 градусов. А реально, рецепторы говорят, что он составил 7,5 градусов. Почему? Ну, какой-то из внешних обстоятельств, допустим, энергия движения, помешала. Так реализовать нужный параметр программы. Что делает компаратор? Компаратор получает информацию от основной программы и сравнивает с реальным результатом. Если расхождения нет, компаратор вмешивается или нет? Нет. А если засекается расхождение, компаратор шлет поправку, чему будет равно значение поправки? Родится. А ну расхождение, которое сочинено. В результате программа получила корректировочку и внесла необходимые изменения вот сюда. На следующие сотые секунды, через две сотые секунды, угол поворота, допустим, должен был быть равен 12 градусов. А реально он составил 13. Вот в этом случае надо было довернуть угол. А в этом наоборот. Компаратор пошлет усиливающий или ослабляющий воздействие? Ослабляющий. Ослабляющий. То есть на самом деле вот эта система позволяет корректировать точность действия по ходу его исполнения. Это понятно? Нет, не совсем. Можно вопрос? Смотрите, у нас есть действие, когда мы стоим и мы что делаем, получается? Компаратор сравнивает то, что вот у нас. Компаратор с программой. С программой. Программу с полученными результатами. Так я не понял, что он делает. Если нормальная программа там 12, а на самом деле 13, он специально делает, чтобы была бы нормальная программа? Стоп. Нет. Не так. Значит, компаратор сравнивает программу с результатом. В программе 12, в результате 13. Разница есть? Да. Компаратор высчитывает разницу. Чему равна разница? В один. В один градус. Какую надо поправку на данный момент внести в работу программы, чтобы результат в следующий момент оказался подходящим? Можно остаться. Поправку на один. Понятно? Как компаратор может сравнивать? Можете есть два варианта, или есть сигнал, или пять сигнал? Стоп, стоп. А, вы не понимаете, как нейронные сети могут сравнивать сигнал друг с другом? Домашнее задание. Спасибо. Ага. Прикинуть, как надо составить нейронную сеть, для того, чтобы она могла сравнивать сигнал друг с другом. Пока очень простой вариант. Значит, вот у вас есть под два сигнала, вот ваша нейронная сеть. В случае, если два сигнала родны друг другу, так на выход нейронная сеть никакого сигнала не удает. Она молчит. А вот в случае, если есть различие между сигналами, так нейронная сеть посылает свой сигнал на действие. Можно опять же. Так, стоп. А домашнее задание? Не сейчас. Сейчас не обсуждаю. Договорились? Вот эти голубенькие стрелочки являются, на самом деле, как это ни странно, основой кибернетики. Так? Называться эта связь будет обратная связь с результатом. Для того, чтобы достигнуть эффективного действия любой управляющей системы, недостаточно составить сколь угодно хорошую программу. Что надо делать? Вот вы составили гениальную программу развития общества. Значит ли это, что общество действительно... Вы рассчитали, что через сто лет все будут вообще попоясь в шоколаде. Да? Значит ли это, что гарантированно через сто лет все будут попоясь в шоколаде? Нет. Нет. Программа недостаточно. Что надо? Доказательства. 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 Вообще, как сейчас говорят, одну секунду в сети, как это принято говорить. Муан. Сто пятьсот. Ага. Сто пятьсот доказательств собрали, да? Есть. Сейчас. Ну, чтобы это, получается, что план, по которому все придут... Вы составили программу, да? Ну, чтобы тогда все исполняли, а не я. Хорошо. Вам говорят, исполняем, исполняем, исполняем. Нужно еще доказывать, нужно еще плану перевезать в будущее, посмотреть, что там все будет. Ну, узнать, машину в будущее, да. А еще что вам для этого? Ну, нужно следить за тем, за... Следить, проверять надо. Одно дело, что говорят, а посмотреть, как там на самом деле. Вот у меня на сегодняшний день был запланирован такой-то и такой-то результат. Так? Проверить надо. А в зависимости от результата проверки. Что надо делать с моим гениальным планом? Вносить корректировочки. Вот это и есть обратная связь. То есть, одного плана, одной программы недостаточно. Работающая программа всегда все равно будет огречена на ошибки. Так? Можно, конечно, пробовать учесть все условия. Задачка тяжелейшая, совершенно дуракская. Можно делать иначе. У меня есть программа. Так? Она начала работать. А я проверяю не внешние условия, а расхождение реальных результатов с тем, что должно быть по программе. Исходя из этого расхождения, могу я вносить корректировки программы? Да. Могу. Итак, идея обратной связи в регулирующихся системах. В результате нужно ли это движение информации назвать другой? Вот классическая схема рефлекции – это рефлекторная дуга. А схема Анохина-Бернштейна – рефлекторное кольцо. И на самом деле у нас, конечно, подавляющее большинство поведенческих элементов, их управление закольцовано. Но для того, чтобы рефлекторное кольцо срабатывало, какую скорость проведения сигнала надо иметь? Наталья Анохина-Бернштейна – это очень высокая. По идее, это есть быстрые волокна. Наши нервные системы передают сигналы со скоростями до 120 метров в секунду. Ну, на самом деле, не безумное существо. Так? Но на практике, на практике, какая длина вот этих путей? Сантиметра. Так? Ну, десятки сантиметров. Значит, в результате, сколько раз… Ну, а в нервных центрах длина проводящих путей – доля миллиметра. В результате, за одну секунду, сколько раз успеет провернуться программу? Десятки и сотни раз. За одну секунду. А это значит, прям по ходу совершения вашего действия, управляющая система вносит корректировки, и если что-то идет не так, вмешивается в программу и подправляет характеристики движения. Можно угрозить? Конечно. Какую реакцию можно тренировать или улучшить ее? Можно. А как? Оптимизировать связи. Дело в том, что мы с вами рисовали нервнички. Помните, из них там торчит, все в разной стороне. Вот так? Вот когда мы будем с вами говорить о том, как можно чему-то научиться, вот, Ая, подумайте, вы говорите, можно натренировать. В случае тренировки, в случае научения, так, вот мы с вами внимательно будем разбираться, как можно чему-то новенькому научиться. И это связано как раз будет с перестройкой, достройкой самих нейронных сетей. Но это уже на условных рефлексах могу на с вами делать. Хорошо, вот на этом уровне более или менее с нервным управлением поведения общее представление хотя бы есть, или я вам совсем затуманил в мозге. Общее. Общее. Ребята, в рамках нашего курса деталировочки выучить нельзя. Ну, как вы собираетесь за две недели выучить всю биологию, заодно физику и химию? Так? А потом, когда перейдем к гуманитарному вопросу, еще психологию, социологию, лингвистику. Это вы за две недели все собираетесь делать? Угу. Вот. Наша задачка другая. Показать, как все собирается в единый кучок. Как все взаимосвязано. Ну, значит, хорошо уже. А теперь, вот это мы брали эти программы относительно простых действий. Ну, там, вскакивание с кнопки, автоматическое хождение. Так? И все равно получаем сложные навороченные варианты. А срабатывает ли где-нибудь действительно рефлекторная буга? Да, срабатывает. Сами подумайте, какие действия оказываются рационально, регулировать как раз под этим, простейшим исходным принципом. Да еще упростить рефлекторную дугу настолько, насколько возможно. Может, дыхание? Не-не-не, дыхание, конечно, так. С пищеварением сложнее, что такое медсимпатика вы, конечно, даже слухом не слышали. А ваш срочком как-то? Скажите, пожалуйста, если есть некоторые действия, для совершения которых принципиально важна скорость реакции, быстродействие. Так? Имеем ли мы право ставить управление вот такого типа? Просто не успеет сработать. Это понятно? Типичный пример. Так? Вы спрыгнули с высоты полметра или метр. Ну, я не знаю, я заезд на эту кафедру и спрыгнул вниз. Да, обычно вниз. Значит, раз я спрыгнул вниз, вообще, мое не очень легкое тело по инерции какое движение продолжает? Вниз. Значит, вниз. Я же ускорение-то получил. Ага. Для того, чтобы я не размазался по кругу, что необходимо сделать? Приседать. Приседать, да. Значит, ноги должны с пружинкой. А это значит, в ответ на мое вот это приседание, какие мышцы должны резко напрячься? Ног. Сгибатель или разгибатель? Сгибатель. Сгибатель, да? Сгибатель. Разгибатель. Меня тянет вниз, для того, чтобы меня не размазало по кругу, я должен дополнительно согнуть ноги или разогнуть? Согнуть. Стараться просъебать. Это понятно? Угу. Отлично. Хорошо. Допустим, поставил вот эту программу вот на такую систему. Она получила приказ, приказ прошел на компаратор, компаратор думает, 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 ага, вкрывалась ошибочка, поправка на систему, ага, через 0,4 секунды верное решение принято. Только через 0,4 секунды что со мной? А меня уже размазало. Это хорошо, что если я со стола спрыгивал, а если со второго этажа? Плохо. Угу. Снег нам прыгается. Да, да, еще лучше влога, а еще лучше вообще не прыгать. Ясно. Это я с вами согласен. Но понятно, что в данном случае чем быстрее отреагируешь, тем лучше. Да. Скорость реакции принципиально важна. Поэтому, как устроен данный реплекс? Устроен он вот как. Вот эта простейшая система, управляющая, пожалуй, всех известна. Вот ваша нога. Мышца подвиненная сзадиной поверхности бедра. Вот так. Если она сокращается, наказывается, колено сгибается или сгибается? Вот здесь. Мышца нагибатель или сгибатель? Сгибатель. Сгибатель, конечно. Ну, она приближает вот эти две точки. Соответственно, колено сгибается. А вторая мышца подведена хитро. Вот она стоит на внешней поверхности бедра. Здесь она перешита к бедренной кости. А сухожилие переброшено через колено вот сюда. Обратите внимание, здесь же изменение угла более чем на 90 градусов. Если эта мышца сократилась, какое здесь трение? Чудовищное. Сломается все, черт и мать. Поэтому вот здесь между бедром и голенью вставлен такой качающийся хабунчик. косточка, косточка, которая выросла как раз в этих сухожилиях. Прямо внутри. Сидит она в клещевых, ну, как сказать, в клещевых пазах, которые называются мениски. Так? И если ее вот сюда дергаем, так, она отклоняется вот так. Обратите внимание, если она вот так отклонилась, вот эта точка, вот сюда уехала, она дернет вот эту кость. Да. Дергнет. Как называется вот эта качающаяся косточка? Коленная чашка. Вот это и скаленная чашечка. Так? Отлично. А теперь вот здесь, извините, вот здесь в мышце разгибателя стоят рецепторы, которые называются мышечные беретеры. Эти рецепторы реагируют на резкое растяжение мышц. То есть, они посылают сигнал, если мышца резко растянулась. Отлично. Сигнал от мышечного беретена проскочил в спинной мозг. А дальше? А дальше без всякого ставочного нейрона. Дальше сразу намотание нейрона. Вот сюда. И включение намотания нейрона. И на какую мышцу этот мотонейрон пошлет? Каманду на сокращение. На ту же. На ту же. Вот она. Что мы получили? Как только мышцу дергнули, как только ее попытались растянуть, так, тут же сигнал по кратчайшему пути проскочил на нее и вызвал что, ее растяжение или наоборот, ее сжатие? ее сжатие. Ну, это готово все. Схемка по рефлексу. Ну, как раз так вот. К сгибанию. Бах! Передя к врачному, вы положили ногу на ногу, так, вот ваша коленная чашечка, вот идут сухожилия, так, от мышцы разгибателя. Вот большая форцовая. Если взять резиновым молоточком, так, не сильно, но резко ударить по этому сухожилию, вот так нанести удар. Что сделает коленная чашечка? Она дернется. Резко дернется. Да. Дернута она за это сухожилия? Да. Дернут. Разгибатель резко скачком удлинился. Сработают мышечные дритвены? Да. В следующую долю секунды такой эффект будет. Добавляет разгибание. Разгибание. Как называется трепец в школьном учебнике в медицине и так далее. Его проверяют врачи-невропатологи для того, чтобы в принципе посмотреть, как работает регуляционная система человека, какие реакции преобладают тормозными возбуждающими и так далее. Ребята, коленный рефлекс. Как видите, коленный рефлекс на самом деле редкое исключение. Сколько переключений по дороге этого эволюционного пути? Одно. Такие рефлексы называются моносинаптические. По дорожке 1-7-7. Они почти совсем не регулируются, зато обладают максимальным скородействием. А с чем можно коленный рефлекс из-за того, что поменяем? Еще раз, если бы не было коленного рефлекса, так? Значит, как бы иначе бы гасили инеркцию движения вашего тела? Ну, при прыжках, при прыжках, да? Ну, или берем пиковый случай, вы идете, да? А из земли выснулась гадская рука и вспотела у вас запято. Значит, вот для того, чтобы не упасть, ну, необязательно гадская рука, вы споткнулись афорией. То есть, вы собирались продолжить движение ногой вперед, возникло прикрепное. У вас возникает резко незапланированное резко незапланированное, извините, разворот в коленном суставе. Так? Чтобы не потерять равновесие, что надо сделать? не носно. Восстановить положение. Понятно? Так что, на самом деле, коленные рефлексы, многоэволюция не могла предвидеть возникновение врачей европатолога. Так? Значит, такой рефлекс не мог создаться для проверки нервной системы. У него очень важны рабочие характеристики. Итак, с рефлекторной регуляцией немножко разбирались.